Когда-нибудь раньше вы и Моня встречались в каких-то прошлых жизнях, да или нет? Первое, что приходит в голову, да или нет? Вот картинка, что я, и она у меня на руках. Попробуйте понять, где вы в том прошлом, когда вы, возможно, были вместе с Моней. Как будто я на заднем дворе в каком-то доме, в чипчике в каком-то длинном платье, и кошка, да, вот, серая такая же, между ног, вот, ее подкармливают, что-то такое. Причем осторожно подкармливают, чтобы никто не видел, но какое-то такое, с чувством жалости, сострадания, что-то вот такое. Почему вы ее подкармливаете так, чтобы никто не видел? Ну, я не хозяйка этого дома, и ощущение, что за этим не попадет. Душа, чувство, одиночество, и вот это единственная, какая просто у меня душа, куда могу избить свою любовь, ласку, заботу, да, вот, вот, да. Хорошо, вы это поняли. Давайте попробуем понять, как вы в той жизни расстались. Мы сейчас перенесемся в тот момент, когда была последняя встреча вас и той кошки. Вы там. Что это за последняя встреча? Я только чувствую свои страдания, слезы. А где она? Ее уже рядом нет. Что произошло, не знаю, но что-то очень неприятное. Произошло неприятное с ней или с вами? С ней. У нее чувство жалости, да. Вот сейчас ваше внимание перемещается в ту кошку. В ту кошку, в тот момент, когда ее уже нет рядом с вами. И глаза нет. Ну, это бездыханное тело где-то на обочине дороги, что-то такое. С какого ракурса вы смотрите на это бездыханное тело? Где-то звук в отдалении. Вы понимаете, что произошло с вами, с кошкой? Что случилось? Почему кошка не дышит? Не могу понять, что-то. То ли ее кто-то прогнал, то ли подбил, то ли... Какая-то такая ситуация непонятная. Не вижу, кто и что. Но как-то жестоко с ней обратились. Это ощущение такое. Хорошо. И вот эта кошка видит все окружение уже не из своего тела, а глазами своей личности. И эта кошка понимает, что в этой жизни для нее было дорогое существо. Это вы. Кошка для себя принимает какое-то решение, что она будет дальше делать в отношении вас. Ей хочется снова вернуться. Вернуться именно к вам? Да. Вот сейчас вы, как кошка, понимаете, когда вы можете это сделать, вернуться к вам. Есть ли какие-то ограничения или правила? Нет. И вот сейчас проходит какой-то промежуток времени, и личность кошки, душа кошки, подступает к тому моменту, когда она снова может встретиться с вами. Вы в этом моменте попробуйте понять, что это, что происходит. Спокойно, спокойно. Ничего. Если хочется поплакать, поплачьте. Это нормально. Что вы чувствуете? Я понимаю, в чем она поняла. Вообще хочется отблагодарить меня. Когда было плохо, ей помогала я. Так. Теперь она чувствует проблемы в моей жизни. И чтобы как-то искрасить, она не пришла. Замечательно. Вот сейчас вы мысленно возвращаетесь в настоящее время и спросите Маню, хочет ли она что-то такое вам передать, что может быть очень важно для вас. Какой-то укор, а не серовый присутствующий, но она хочет мне... Почему она хочет укорить вас? За что? За что-то дело не так в своей жизни. Пусть она скажет, что вы делаете не так. Ее глазами это может быть лучше видно. Что я, наверное, слишком в себя ушла, закрылась. Так. Если Муня согласна с вот этим пониманием, вы сейчас это почувствуете. Она согласна? Ну, ты громко неукай. Прямо ругательный. Пусть она поймет, что вы начинаете это понимать. Ну, посмотрите. Пусть она везде работает.